Привет, меня зовут Дмитрий Савчук. Уже по небольшой традиции сегодня я расскажу об еще одном смартфоне от компании ZTE. А именно это Blade A7 2019 года выпуска. Смартфон получился надежным и простым, но обо всем по порядку. Дизайн устройства напоминает своего старшего брата Blade V10. Спереди большой дисплей с каплевидным вырезом, сзади камера со вспышкой и логотипом компании. На правой грани яркая кнопка блокировки и качелька регулировки громкости. На левой стороне расположился лоток для сим-карт и карты памяти. Вверху разъем для наушников Jack 3.5, а внизу microUSB и небольшое отверстие для микрофона. Тактильное устройство получилось очень хорошо сделано. Ничего не люфтит, не скрипит и даже глянцевая задняя крышка особо не царапается. Дисплей новинки высокого качества с разрешением 1560 на 720 и платностью 284 ppi. Картинка приятная, цвета насыщенные и не изменяются даже под самыми максимальными углами обзора. Также имеется адаптивный режим для комфортного использования в ночное время и несколько вариантов настройки цветопередачи. Работает сеть чуда под управлением процессора Spritram SC9863, который в наших рях особой популярности не получил. Процессор оснащен 8 ядрами с тактовой частотой до 1,6 ГГц, а за графические вычисления отвечает чип PowerVR GE8322. Объем оперативной памяти всего 2 ГБ, а постоянный 24 ГБ с возможностью расширения посредством карт памяти. На практике это средний вариант, который немного не дотягивает до Snapdragon 425, но в принципе играть в простые игрушки можно и даже PUBG работает на нескольких настройках графики. Из коробки на борту установлено Android 9 Pie без каких-то ярких оболочек и прочей китайской гадости. Работает все плавно и без нареканий. Основная камера на 16 Мп со светосилой 1,8 может похвастаться приличным качеством фото и видео в дневное время. Результаты вы видите на своих экранах. К сожалению, в ночное время смартфону трудно показать такой же результат. Появляются сильные шумы и фото получаются откровенно плохими, но может выручить вспышка. Фронталка имеет разрешение 8 Мп и делает вполне себе хорошие снимки. Не обошлось без украшатель стиля Xiaomi, который делает большие глаза и уменьшение лица. Интересно, но в бюджетном устройстве нет сканера отпечатка пальцев, только разблокировка по лицу с помощью фронтальной камеры. А мы знаем случаи, когда даже флагманское устройство можно было разблокировать по фото или если вы будете спать. В Blade A7 установлен довольно скромный аккумулятор на 2000 мАч. И с самого начала у меня было довольно скептическое отношение к автономности устройства. Но на практике телефон спокойно выживает практически до конца дня. Программа, которую мы обычно тестируем возможности батареи, показала, что можно рассчитывать до 4 часов работы экрана и до 15 часов в смешанном режиме. В итоге ZTE Blade A7 это крутое обновление линейки и станет классным выбором для тех, кому нужна чистая рабочая лошадка на каждый день с практически чистым Android. Напишите в комментариях, как вам этот смартфон, поставьте лайк этому ролику, не забывайте подписываться на канал и жмакать на колокольчик, чтобы не пропускать следующих роликов. Пока-пока!